Друзья, я приветствую вас на нарративном раскладе. Сегодня у нас с вами довольно специфическая тема, а именно любовный треугольник. Что с вами, что с ней, с другой женщиной. Ну, я уже говорила, да, что мы на этом канале ни в коем случае не морализаторствуем, не пытаемся искать виноватых, перекладывать ответственность. Мы просто берем ту ситуацию, которая уже по каким-то причинам в вашей жизни сложилась, и пытаемся ее рассматривать. С помощью тех интерпретаций, которые рождаются на раскладе, в поле, да, благодаря высшему разуму, подсознанию, каким-то высшим силам, коллективному, бессознательному, вы прислушиваетесь к себе и отслеживаете эмоции, да. Та информация, которую вы слышите, вам больше нравится или больше вызывает сопротивление и внутреннего несогласия. Таким образом вы для себя находите единственное верное решение, нащупываете вот этот внутренний ответ, ну и таким образом как-то дальше либо пересматриваете ситуацию, либо как-то корректируете ее, ну, по крайней мере, имейте возможность лучше разобраться в своих собственных чувствах. В этом смысле мы в первую очередь с помощью нарративных раскладов изучаем в первую очередь себя, свое подсознание, свой внутренний мир и начинаем лучше слышать свой внутренний голос. Итак, любовный треугольник. Что с вами и что с другой женщиной происходит у загаданного мужчины? Расклад только для тех, кто на самом деле уверен, что эта ситуация соответствует действительности, да? То есть это не догадки, что может быть кто-то быть, а вы точно знаете. Итак, думаю, вы уже сосредоточились, да, на загаданном мужчине. Итак, вы в его жизни, да, он и другая женщина. Итак, на замечательная колода моя любимая Тима Бёрдена Генри Селика по мотивам мультфильма «Кошмары перед Рождеством». В общем-то, вы сейчас находитесь в таком состоянии отстаивания какой-то своей принципиальной позиции, защиты своих интересов. Жезлов, может быть, вам надоело, да, уже в каком-то смысле находиться в каком-то бесправном положении, находиться в тени, очень часто испытывать в свою сторону какое-то игнорирование со стороны этого мужчины. Поэтому сейчас вот эта шестерка жезлов, она говорит о том, что вы настроены как бы на победу. Вы настроены на то, чтобы в данной ситуации отвоевать себе, ну, всё, что возможно, да, в сторону приобретения какого-то более стабильного, комфортного положения, чтобы ситуация изменилась, и чтобы те условия, которые вы выдвигаете, предлагаете, да, вот выстраивание в отношении с этим мужчиной, чтобы они одержали верх. Чтобы, ну вот если так просто сказать, победа осталась за вами. В общем-то, это ещё карта, которая говорит о том, что вы сейчас точно не находитесь в каком-то состоянии слабости, там, упадничества. Напротив, вы чувствуете вот как никогда какую-то свою силу и правоту. Его решение, каким бы оно ни было, точно не сможет вас разрушить, да. Как будто бы зависимость, которую вначале вы испытывали по отношению к этому мужчине, ослабела, да. И сейчас вы вполне прекрасно, спокойно обходитесь без этого человека, да. То есть раньше, может быть, вы как-то искали особого одобрения, может быть, даже заискивали в каких-то моментах. Очень зависели от его эмоциональной включённости в вашу жизнь, от его отклика, от его реакции. Но сейчас нет. Сейчас ситуация поменялась, и вы чувствуете себя, знаете, как бы на коне. Как будто бы вы вот этот гребень волны оседлали, и сейчас ситуация благоволит вам, и как-то лучшим образом развивается вот в сторону ваших предпочтений. Ну хорошо, то есть победа на вашей стороне. Как карты у нас описывают мужчину в данной ситуации? Здесь у нас выпадает семёрка Пентаклей. Такая карта, знаете, я бы её описала, как карта какого-то выжидания, терпения, как будто человек в засаде в какой-то находится. Вот вообще ему свойственно, да, он не предпринимает никаких резких движений, да, никаких шагов. Он как будто бы как такой очень хороший охотник. Вот он сидит в этой своей такой закамуфлированной хижине, да, в своей этой землянке, и держит на готове оружие, да, как будто бы следит, как сейчас меняется положение во внешнем мире, да, как вы себя проявляете, как другая женщина себя проявляет. А он уже со своей стороны будет ориентироваться в зависимости от того, что ему в конце концов покажется более выгодным и приемлемым. Да, как бы чисто эмоционально, как будто бы, ну, такое положение вещей вызывает, ну, и гнев какой-то праведный, да, со стороны женщины. То есть, ну, хочется сказать, просто эмоционально хорошо устроился. Вот человек терпит, ждёт, да, что-то там он приходится выдерживать, может быть, с чем-то соглашаться. В вашу сторону, может быть, приходится мириться с тем, что вы не можете часто видеться в сторону его женщины, с которой он, возможно, да, живёт, у него более какие-то стабильные отношения. Ему что-то может не нравиться уже просто в бытовом каком-то плане, да, и это приходится как-то и терпеть, и проглатывать, и с этим мириться. Но в любом случае, как бы, это человек, который сейчас выжидает. Что про неё нам хотят сказать карты? Здесь у нас семёрка жезлов. Вот здесь как раз я здесь начала, да, тоже вот говорить про то, что в каком-то смысле защита, да, своих интересов, своей позиции. Здесь в прямом смысле карта защиты. Это карта, которая говорит о том, что другая женщина в вашем треугольнике, это женщина, которая довольно сложно, с большим количеством усилий, оказалась вот в этой своей ситуации, в этом статусе. Ей этот мужчина, ну, как-то, вы знаете, достался непросто. И она ни за что, ни при каких обстоятельствах, просто так от него не откажется. То есть вот прям будет до последнего бороться, будет, опять же, так же, как и вы, да, с полной правотой отстаивать свои интересы. Но если у вас есть внутренние ощущения победы уже, да, то есть априори по умолчанию, то у неё более уязвимое положение. Потому что, во-первых, она больше вкладывается, возможно, она физически живёт, да, рядом с этим человеком. Как будто бы ей есть больше чего терять. Вы в каком-то смысле птица вольная, да, вы, собственно, понимаете, что если эти отношения ни к чему не приведут, то вы обязательно выстроите новые отношения, скорее всего, эксклюзивные, не надо будет в треугольники ни в какие ввязываться. Она же, как бы, ну, как сказать, всё поставила, да, на этот союз. Это такая ставка, ну, как бы ва-банк пошла. И уже есть действительно много чего-то такого, от чего не хотелось бы отказываться. Поэтому здесь такая глухая оборона, защита. И мало в этой позиции, знаете, комфорта и расслабленности. Конечно, не позавидуешь. Не очень приятно в таком состоянии находиться. Давайте посмотрим по чувствам, что загаданный мужчина испытывает к вам, и что на данный момент, на момент расклада, он испытывает к другой женщине. Итак, к вам и к другой женщине. Ну вот, посмотрите, на вас выпадает восьмёрка кубков, да, в этой колоде восьмёрка зелья. Это, знаете, какая-то карта какой-то такой, ну, непрекаянности. Вот я как какой-то бедолага мыкаюсь, ищу. То есть он как будто бы ищет в вашем лице какой-то опеки, защиты. Может быть, он чувствует, что вы как раз вот, да, вот в этих настроениях человек, который как-то более оптимистично, что ли, настроен по жизни. Он же со своей стороны, как будто бы вообще на протяжении всей жизни, вот, знаете, такое чувство сиротства, как будто бы вот ищет, куда бы приткнуться, кому бы примкнуть, у кого бы найти какое-то эмоциональное убежище. И в отношении вас он тоже чувствует вот это вот, когда он с вами вступает в контакт, вот это чувство непрекаянности какой-то своей, даже бездомности, да, у него начинается ещё больше силы как-то утрированно проявляться. Вот это вот основная ведущая такая эмоция. А в отношении загаданной женщины он сейчас себя довольно часто стал обнаруживать как раз в состоянии влюблённости, да, в таком романтическом состоянии, потому что, может быть, для него стало в какой-то момент действительно важно вот именно то, сколько оно для него делает, да, или все его романы в жизни были какие-то лёгкие, такие мимолётные, ни к чему не обязывающие. А тут нашлась женщина, которая явно дала ему понять, что да делай ты что хочешь, может быть, она даже догадывается о том, что у него есть связи на стороне, я от тебя никуда не денусь. И вот как ни странно, да, ну, как сказать, норма понятия условная, но так вот мы применим это слово, да, в нормальных условиях, в нормальных отношениях, люди, в принципе, довольствуются тем, что они есть друг у друга, и третьи лица туда доступа не получают. А здесь же он как-то, вот, знаете, каким-то извращённым довольно образом именно проникается к ней романтическими чувствами именно за то, сколько она способна выдерживать с его стороны в её адрес. Он думает, ну, надо же, я уже и так и эдак, а она всё от меня не уходит. Ну, то есть, вот, знаете, своеобразная, конечно, такая эмоциональная связь, то есть, как будто бы проникается этими романтическими чувствами человек только в тот момент, когда видит, что вот человек готов выдерживать всё, что угодно. Ну, такая специфическая ситуация. Что ещё в плане эмоций, да, вот, ну, в эмоциональном плане кто что даёт загаданному человеку? Вы со своей стороны и другая женщина. По тройке чаш, да, тройка зелья, да, в данном случае. Ну, знаете, конечно, в вашем союзе больше для него вот именно какой-то сексуальной заинтересованности эротической. Вы для него это всё, что олицетворяет как раз, знаете, увлечение, лёгкость, возможность покутить, потусить, получить именно вот такой очень мощный эмоциональный заряд. Ну, так довольно часто бывает, да, что вот если в семье как-то всё вот из-за быта, рутины, всё как-то приедается, градус какой-то вот этот чувственный снижается, да, вот именно хочется добрать вот этой лёгкости и веселья на стороне. Вот поэтому вы, как только появляетесь где-то на горизонте, может, если вы где-то в социальных сетях промелькиваете у него, он как только видит вашу фотографию, то есть будьте уверены, на физиологическом уровне тут же наступает реакция вполне понятная, да, которую не нужно озвучивать. То есть внутри сразу вот срабатывает вот это ощущение, что вы пробуждаете в нём желание, вот это вот желание именно пуститься во все тяжкие, в удовольствие, в какое-то невероятное вот это сладостное состояние. Вы в нём рождаете. Другая женщина здесь у нас представлена, вот как ни странно, да, мужской фигурой, король жезлов. И, собственно говоря, неудивительно, почему мужской, может быть, она вообще взяла на себя в их союзе какую-то такую роль человека, который очень многими делами в буквальном смысле заправляют в семье. Может быть, она человек достаточно деловой, она как раз не имеет какого-то перевеса, знаете, в какую-то сентиментальность, слабость. И в этом смысле, почему я говорю, человек хорошо устроился, да, он себе нашёл такого союзника, партнёра, с которым очень легко, например, вести, опять же, домашние дела вместе. Не знаю, есть ли дети, ну, в общем, в любом случае, это человек, который в случае, если есть дети, или если есть питомцы, да, поможет заботиться, например, о них, который будет легко разруливать всякие вот эти бытовые вопросы, который не впадёт в ступор, если какие-то финансовые сложности наступят. То есть, знаете, как такой хороший бизнес-компаньон. А при этом всё-таки нужно обратить внимание на то, что, да, это жезловая у нас энергия. Это, вероятно, женщина, которая не то, чтобы она какая-то серая мышь, которая сидит дома, не подаёт голоса. Нет, это человек с характером. Это женщина, которая в случае, если ей что-то не нравится, она обязательно ему скажет об этом. И он уж не двусмысленно, да, она это сделает, он точно поймёт, нравится ей или не нравится. Поэтому, если даже он пытается, значит, вас убедить в том, что вот этот треугольник, он существует легитимно, на самом деле, скорее всего, она может не догадываться, потому что, если бы она узнала, то мало бы ему точно не показалось. Да, посмотрите на эти сверкающие обнём глаза. Вот, поэтому, конечно, ему нравится, что рядом такая женщина сильная, которая вот не заваливается в жертву, и, конечно, он, скорее всего, отказываться от такой радости не собирается в ближайшее время. Ну, и давайте с вами в финале ещё посмотрим, вот, как видится в будущем ваш союз, да, и союз загаданного мужчины с другой женщиной. Возьмём по три карты. Итак, ваша история. Мечи. Мечи, мечи, да, и его отношения с другой женщиной. Так, ну, посмотрите, здесь у нас выпадает шестёрка мечей, десятка мечей, и тройка пентаклей. очень сложная ситуация, да, хотя бы потому, что здесь с вашей стороны, вот, по шестёрке мечей существует, знаете, такая настроенность всё-таки предпринимать какие-то усилия, двигаться к чему-то новому, менять ситуацию. Вам не нравится, что всё сейчас в этой стагнации замерло, да, и не туда, и не сюда. ну, так как раньше было вам, видимо, не очень нравится, а в новое, как бы, переход задерживается. Оба и вы, и он, вот в центре у нас, вот эта десятка мечей, чувствуете, наверное, подсознательно, да, что ваша ситуация сейчас в очень невыигрышном положении находится, да, вот такая карта олицетворяющая неудачу в каком-то смысле, и по тройке пентаклей вы оба осознаёте, что для того, чтобы ситуация поменялась, нужно прям вот пахать, понимаете, нужно прямо вот с каким-то рвением трудоголика прикладывать невероятное количество усилий, чтобы эта ситуация как-то изменилась. Ну, и поскольку так, судя по всему раскладу, особо никто не рвётся, да, вы вот упиваетесь своей правотой в каком-то смысле, ну, заслуженно, да, он пытается извлечь выгоды какие-то из ситуаций в других отношениях, поэтому поменять эту ситуацию в вашей истории может только вот эта вот обоюдная, совместная, невероятно кропотливая работа. Причём совместная, да, это у нас карта сотворчества, сотрудничества. Не каждый со своей стороны что-то там пытается делать, а вот вместе. Вот только при таком раскладе, да, ситуация как-то явственно может поменяться. Ну, а что там будет у нас происходить? Посмотрите, здесь совсем другой расклад. Здесь у нас сразу королева Пентакли, верховная жрица и королева мечей. Посмотрите, какой расклад. С одной стороны, она чувствует себя по праву его официальной женой, то есть оформленное отношение, не оформленное. Она считает, что она главная женщина в его жизни, а всё, что дополнительно, это уже не столь важно. Она даже, может быть, этому не придаёт значения. По крайней мере, она хранительница очага. С точки зрения вот карты верховной жрицы, как будто бы, знаете, она сознательно сейчас находится вот в положении женщины, которая, даже если что-то и знает про то, что её мужчина, вот любитель, как-то дополучать, декомпенсировать удовольствие на стороне, она заняла вот эту позицию мудрости. В какой-то момент она не вмешивается, в какой-то момент она там смотрит сквозь пальцы. В общем, невыгодно ей совершенно отказываться от этого своего статуса. Ставку она сделала на то, что она его главная женщина. Ну, а по королеве мечей нужно сказать, что ей в момент, если он её поставит перед каким-то таким выбором, или вдруг ей объявит, что давай принимать какое-то решение, да, вот есть ещё одна женщина, она способна показать свой бескомпромиссный характер. Она, человек, такой, знаете, довольно холодный, трезвомыслящий, когда нужно, то есть перфекционизма, дотошности ей хватит для того, чтобы доказать ему, что отказываться от их союза это не в его интересах. Ну, то есть, знаете, вот есть женщины очень холодные, расчётливые, то есть, когда необходимо, она может вот эту вот свою грань продемонстрировать, теплоты и заботы, но если вдруг что-то пойдёт не по её сценарию, она, будьте уверены, этот свой меч оголит, да, и будет действовать уже совсем по-другому, совсем в других настроениях. То есть, посмотрите, она здесь сразу в трёх ипостасях. Эта женщина всерьёз и надолго. Не знаю, насколько вам интересно вообще дальше будет находиться в этом союзе, но просто знаете, что поскольку ей нелегко этот статус достался, она от него не собирается легко отказываться. Вот такой, дорогие мои, у нас сегодня получился нарративный расклад на тему любовный треугольник что с вами, что с ней. Делитесь, пожалуйста, в комментариях, похоже ли это на вашу ситуацию, откликается ли, резонирует. Я сердечно благодарю вас за финансовую поддержку, за донаты. Тем, кто присылает, желаю, чтобы вам вернула Вселенная в сто крат больше. Очень ценю вашу поддержку. Спасибо, дорогие. Спасибо вам за лайки, за оформление подписки на мой канал. Я традиционно приглашаю вас на следующий нарративный расклад.